Всем привет, ребят! Я надеюсь, у вас отличное настроение, вы готовы слушать то, что я буду говорить. Сегодня я буду рассказывать о том и покажу, конечно же, как накачать икроножные мышцы дома. Многие люди в нашем современном мире уже просто забыли о том, что можно ходить вообще и что такое спорт. Раньше, я не знаю, лет там 30 назад, когда не было такого количества машин, все люди жили отлично, ходили, они были здоровы, они жили дольше, чем мы. Не, ну естественно, сейчас, конечно, медицина выросла уже по уровню и примерно приближаемся к такому же уровню, как и раньше жили. Но раньше жили не с такой хорошей медициной, а они очень много передвигались, они много работали. И, естественно, они были стройнее и симпотнее, у них тело было лучше. Поэтому, ребят, нужно заниматься спортом. Наша жизнь сейчас такая малоподвижная, все передвигаются там на автобусах, на маршрутках, на своих машинах и так далее. Поэтому нужно следить за своей фигурой, за своим здоровьем, потому что здоровье – это жизнь. Итак, первое упражнение, которое я хотел бы сегодня показать – это подъемы на носках, обычные подъемы на носках. Самое важное, друзья, в этом упражнении делать 3-4 подхода по 30 где-то раз, ну или сразу же 100 раз в одном подходе. В верхней фазе старайтесь максимально напрягать ваши икроножные мышцы, а также, когда вы поднимаетесь, вы поднимаетесь довольно быстро, опускаетесь медленно. Итак, следующее второе упражнение – это, я бы сказал, поднятие на носки с весом. Но в данном случае мы не будем подниматься с весом, а мы немножко сделаем хитрее. Я считаю, что с весом не особо удобно, потому что когда вес в двух руках, и ты немного можешь потерять равновесие, и неудобно будет. Мы сделаем так, мы встанем в промежуток в дверной, поставим руки вверх, то есть в верхний косяк, и будем делать напряжение себе. То есть, чтобы икры как раз напрягались, да? Это как подобное упражнение с шеей, знаете, да? То есть, ты давишь себе шею вниз, а делаешь назад. То есть, ты свой упор именно делаешь, своими руками. А тут мы также будем делать своими руками, только на икроножные мышцы давления. Смотрите. То же самое вы, конечно, можете делать с весами, если вы уверены, что вы не потеряете равновесие, и что вам удобно будет держать гантели, либо какие-то тяжести в руках. В данном упражнении очень важно, конечно, создавать самое наибольшее усилие, когда вы поднимаетесь в верхнюю фазу, да? То есть, вы и руками давите вниз, и, естественно, напрягаете ваши икроножные мышцы, чтобы усилие было максимальным, и тогда эффект будет больше. Итак, друзья, это два основных упражнения, которые можно делать дома на икроножную мышцу. Первое упражнение, я бы сказал, больше подходит для разминки, то есть, вы сделали 100 раз сразу, да? А потом переходите к более сложному с весами, либо, вот как я показал, с косяком двери. Так что, ребят, я надеюсь, вам понравилось это упражнение, особенно косяк двери. И если вам понравилось, ставьте лайк, и также подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно, а вам не жалко. Я уверен, что вам не жалко. Всё, пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok